снова всем приветики мой компьютер уехал вчера то вчера он уехал к маме на работу у мамы на работе там работа довольно такая большая организация и там много программистов они там работают вот и уже если честно я несколько раз туда уже отправляла свои компьютеры вот и ноутбук у меня когда-то был я туда отправляла и всегда там помогали делали вот ну и в этот раз я сначала вот я сначала позвонила в свою куда обычно мы с мамой носили компьютер организацию вот там побеседовал с мужчиной он скажет что нужно будет скорее всего оставить вот нас у меня там рассказывать куча историй как там кто там приносил там бла-бла-бла-бла а мне не интересно это у меня времени нету мне надо там скорее еще ребенку кашу приготовить пока ребенок спит у меня два часа всего лишь а у меня там баба 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 я чувствую время идет вот ну короче там из выезд домой то это две с половиной тысячи я думаю смысл мне домой я хочу наоборот привести туда что после что-то не так чтобы они там могли проверить его как-то на своих компьютерах там что-то сделать а только что он там ко мне домой придет и сколько раз ко мне домой приходили мастера они не делали компьютер не получалось у них а деньги брали вот то есть деньги брали а в итоге компьютер не ремонтировали и как бы немножечко это обидно я хотел именно туда он сказал что нужно будет оставить оставлять его компьютеры не хотела потому что я не знаю а при этом он сказал что он уже с прошлого года ремонтирует какой-то компьютер с прошлого года представляете то есть сейчас я снимаю ролик у меня уже там где-то середина января но выйдет он чуть-чуть попозже с прошлого года я так подумала если я там еще и свой компьютер он еще тот не доделал это мой там наверняка станет в очередь пока он там займется и в итоге там мой компьютер у него там пробудет там месяца два-три дома мне надо ролики монтировать у меня уже вот эта камера кстати вот с которой я снимаю она уже почти у меня заполняется и мне надо уже начинать монтировать вот а ноутбук у мамы я забрала ноутбук он зависает не знал это сегодня занималась полдня все старалась сделать так чтобы он не зависал ну проверим попозже попозже сейчас еще там доделывается у меня вот попозже включу короче мы с этим мастером я чем больно не договорились вот а у меня еще немножечко обидел задел даже вы скорее всего я так думаю что у вас очень старый компьютер вот поэтому она у меня зависает не знаю почему он зависает вот вас очень старый компьютер давайте будет я вам а вы у нас купите жесткий диск на 500 гигабайт я на него установлю вам windows по моему даже восьмерка или семерка сказал а у меня десятка стоит я уже к десятке привыкла вот и когда-то восьмерка нравилась но уже десятки привыкла уже как бы нормально вот меня вот заделаем на тот момент то что он сказал что у меня компьютер скорее всего до потопной очень очень старый и то что мне хочется учить какие-то 500 гигабайт я так подумала эти 500 гигабайт я займу месяца задать за два за три только за два за три у меня внешний жесткий диск один терабайт он уже забит один терабайт он уже битком уже вставляешь его там что-то надо добросить еще пару видео он уже красным показывает он уже все уже там чуть-чуть прямо осталось а мне здесь предлагают 500 гигабайт мне их не хватит ну смысл и причем цена такая дорогая две с половиной по моему да по моему две с половиной сказал когда в прошлом году январе покупала один терабайт также по моему за две с половиной от 33 до 3000 по моему там с мелочью стоил вот вот так вот так вот мы с ним поболтали поэтому компьютер поехал к маме там уж точно знающий я знаю что там сто процентов там не будет человек снимать какие-то запчасти с моего компьютера там что-то менять там скорее всего просто отремонтируют там и там по крайней мере люди сто процентов знающие потому что компьютеры чат наверняка там часто ломается там много компьютеров и они сталкивались там с любой проблемой причем меня то есть компьютер просто виснет то есть ему поменяется это windows поменяет все хорошо он там недели две три месяц работает хорошо и начинает зависать долго включается долго выключается дошло до такого что начал меня включаться три часа представляете три часа включается три я засекала даже время не просто там я вам говорю что там три часа реально три часа он дошло до такого вот правда потом мы уехали в отрадный я вот там несколько дней не включал то есть меня не было пришла приехала включился он отдохнул железо все там остыло вот и включился прям быстро и так смотрю не виснет вроде бы так все хорошо и думаю надо же помонтировать даже получилось ну вот а потом опять все заново ну почему он виснет непонятно детали там почти все новые но им там где-то полтора года непонятно почему есть странно для меня это мне почему-то кажется что эти детали просто несовместимы друг с другом может быть фирмы разные может быть не знаю короче мне так почему-то кажется просто странно почему он виснет вот он почти новый как мне сказали вот у меня папа сказал что он почти новый вот короче вот так вот жду я своего компьютера вот сегодня у нас уже как суд тогда в обед у нас как сутки прошли я уже звонил маме говорю он когда им будет заниматься могут наверное после работы учет все полю домой он будет там моим компьютером заниматься ну да он его там точно не потащит потому что его через проходную скорее всего не выпустят компьютер то есть он будет там скорее всего после работы я маме сказала маму ты скажи что за деньги что мы заплатим сколько нужно что не бесплатно конечно год понятное ну да это вот мы носили компьютер я говорю я не помню чтоб я платила мама там это отдавала платил наверное я только сейчас начинаю сейчас вот я сижу задумываюсь я ноутбук там относила у меня до этого был но мама относила наверно она платила мне ничего не говорила самое такое хорошее место я знаю что там не сдерут очень много потому что есть фирмы я читала отзывы забирают компьютер в итоге к себе фирму там через несколько там через неделю звонят здравствуйте мы ваш компьютер подчинились вас 20 тысяч ищи по как 20 мы с вами договаривались там на 3000 ну вот там выяснилось что там чего-то там чего-то вот как бы это не очень приятно поэтому я боюсь чтобы тоже лишний раз перестраховаться вот так вот ждем компьютер сейчас мне даже знаете вечерами так даже заняться нечем потому что ноутбук виснет я хотела выйти сегодня в стрим думаю может быть в стрим выйти думаю когда люди вообще свободны может быть они на работе сейчас потому что не рабочий день этот ролик я не знаю когда там выйдет на следующий данный на следующей неделе может быть через неделю от этого дня выйдет вот так потыкалась в итоге короче я ладно вот там одна женщина посидела на стриме по послушал потом к другой пошла потом к третью потом сел в телефоне читать комментарии которые вы мне пишите вот потом я по заходил там кому-то он компьютер так висит жестоко вот он еще там как раз проверял что-то там что-то там удалял что-то там короче не знаю почему он висит вообще там ноутбук он совершенно новый им почти никто не пользовался но я вспоминаю по моему что он довольно давно уже висит я так думаю надо опять по переписке почитать с братом по моему потому что я помню что ты брату предлагала windows поменять только не знаю почему одна ноутбуки тоже десятка стоит вот короче такие вот у меня дела сегодня кстати хлеб готовила сейчас покажу у меня получился вот с норкой видите какая норка обалденно пахнет просто обалденно понимаете вот такой аромат хлеба прям такого домашнего хлеб прямо обалденный просто вот уже не пол буханки конечно мы съели я отрезала потому что я когда его пыталась вынуть видимо лопаткой вот подцепила там с нескольких мест там с одного бока вот у нас получилось разрезал с первый раз такое обычно все нормально это мне надо было побыстрее его вытащить из формы чтобы он это остыть успел до того как дима проснется чтобы уже сесть и покушать его вечером мы поели вы сегодня уже но у нас есть хлебушек на целую недельку основном его пику для сына потому что муж приходит с работы он съедает почти сразу целую буханку или нет горы я так не буду пить грязь сама успеваю там если съесть кусочек кусочек там съедает малыш град и съедаешь целый хлеб говорят они нет горы давай ладно ты лучше покупать себе хлеб ну а я буду готовить мы чуть-чуть будем сыном кушать говоря если там остается уже говорят тогда это уже слишком долго вернее лежит хлеб тогда это его доешь что тоже там не плесневел он ничего это так он съедает прям сразу быстро он любит его сумму под помакать такую там сделать бульбу какую-то слушай ты можешь есть суп нормально сесть и есть грудь что-то туда складываешь как бабушки старые без зубов там складывают себе всякие сухарики в суп там промокай вот точно так же ты поэтому как раз это нам в основном диме диме на ужин то есть каждый ужин я ему даю делаю бутерброд с маслом и сверху либо сыр вот либо вот на днях была у нас красная икра моя мама приносила часть мы поели часть я заморозила думаю пускай будет попозже попозже и вытащим сад залезла морозил куда надо думать морозилку освобождать она у меня вся битком давай оттуда все доставать то что нужно съесть и вот там попалась икра попалась этот петрушка одна значит банка пустая практически там на стенках только петрушка другая там чуть-чуть там на донышке ну господи чего они здесь лежат эти банки попался кусочек колбаски у такой маленький дом боже мой неужели то я замораживала кроме меня там и свекрови морозилку никто больно не лазит или свекровь думаю маленький кусочек я тоже достала это как облепиха тоже прям вот прям вот вот чуть-чуть вот попалась господи думаю откуда они берутся и все и сразу морозилку же такая полупустая хотя бы там одна полка полупустая другая полка полупустая ягоды тоже сейчас вот мой сын начали есть вот короче такие у нас дела по вечерам не теперь заняться не чем особо если ноутбук то надолго пока он перейдет по этой ссылке как комментарии сегодня комментарии открывала помню то что там кто-то написал мне что добавился ко мне в друзья и вот я открыла он грузится 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 я уже с телефона зашла посмотрела на каком ролике не написали зашла на тот ролик там открыла перешла добавил а посмотрела ролик добавилась думаю слава богу а тот человек ждет и оказывается уже почти забыла пока тут с проблемами с этими с ноутбука так неудобно экранчик такой у него это ману как стандартный у компьютера у меня побольше экран не там удобнее все равно компьютеры работал гораздо быстрее прям моментально грузился ну вот потом под конец зависать вот под вечер зависал вот короче так у нас дела всем спасибо за просмотр с вами был канал арт мания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии вот всем пока пока